До Нового года осталось всего 8 дней. В преддверии волшебного праздника мы продолжаем наш проект новогодние странички. В наших выпусках новостей каждый зритель сможет открыть для себя интересные факты об истории или традициях зимнего праздника. Сегодня мы расскажем, как красиво и недорого оформить праздничный стол и какие блюда нужно выбрать, чтобы угодить символу года белому металлическому быку. За полезными советами в один из местных ресторанов отправилась Любовь Пермякова. Шеф-повар одного из местных ресторанов Дмитрий Белыш готовит праздничные блюда. В это время его коллеги занимаются сервировкой. Даже салфетки на новогоднем столе должны выглядеть красиво. Это делается так, чтобы попышнее не было салфетушкой. В зависимости от формы и размера стола можно выбрать декоративный элемент, который станет центром композиции. Для круглого стола подойдет венок со свечами или букет цветов в низкой вазе. На прямоугольном столе будет хорошо смотреться продолговатая хвойная гирлянда. По словам сотрудников ресторана, не стоит забывать и о свечах, по праву считающихся одним из главных украшений праздничного стола. Мерцание пламени создаст уютную и сказочную атмосферу. Когда наряд для стола готов, выносят блюда. Это салат из запеченных овощей, это салат из курицы с беконом и соусом песто. Так как у нас год стального быка белого, то есть говядина, то в этом году, ну не то чтобы прям нежелательно, но лучше воздержаться от говядины на столе новогоднем непосредственно. Приготовить такие салаты в домашних условиях, по словам Дмитрия Белыша, очень просто. В духовке запекаются нарезные овощи, заправляется аджикой, выкладывается это все на листья салата и добавляется соус. Ну а если вы хотите удивить гостей и преподнести традиционное блюдо необычно, вот вам еще один совет. Дабы избежать на новогоднем столе стандартной банальщины, селедка под шубой, как естественно, да, оливье, чтобы это было как-то немного интереснее, вот предлагаю вот такой вариант подачи. Это в общем-то и есть этот салат, но мы здесь заменили селедку красной рыбой, в данном случае это семья, ну можно горбуша, если бюджет не позволяет. Вот, любая красная рыба, в общем-то. И вот такая вот интересная подача, это даже проще, чем его собирать на одном блюде и смотрится очень даже неплохо. Такое знакомое с детства нам блюдо можно украсить долькой лайма. Кстати, праздничную сервировку можно дополнить именными рассадочными карточками в красивых держателях или бонбоньерками с небольшим сюрпризом для каждого гостя. Самое важное, что должно быть за новогодним столом, это семья. Чтобы рядом сидели близкие люди, которые займут пустые места, наполнят пустые бокалы и вместе проведут этот Новый год в кругу семьи.